Всем привет! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня у нас с вами будет очень интересный эфир, потому что тему я назвала просто «Почему у вас ничего не получается?» и тема эта универсальная, потому что я могу очень много рассказать вам на тему того, что конкретно вам мешает, но сегодня я хочу посвятить этот эфир, затрону в недавнешнее, даже сложно назвать, интервью, мою встречу с психотерапевтом, которую я выложила к себе на канал и к себе в ленту, и меня поразило то, что огромное количество людей написало мне очень одинаковый месседж, и я бы хотела это обсудить, потому что это очень четкий показатель того, почему большинство людей не могут сдвинуться с мертвой точки и не могут двигаться. И начну, пожалуй, с основного. Когда я пришла в гости к психотерапевту, я пришла туда не для разбора своих проблем, потому что я в принципе не считаю, что человеку нужен психотерапевт. Я считаю, что человек, который занимается своим собственным развитием и осознанностью, способен разобрать себя самостоятельно, потому что я считаю себя именно таким человеком и таковым являюсь. И первый инсайт, который я словила, наблюдая за комментариями, это то, что мы все привыкли, слушайтесь внимательно, привыкли думать, что другие люди такие же, как мы. И это для нас очень большая сложность в жизни, потому что каждый из нас с вами, находясь на собственном уровне развития, на собственном уровне ощущений, считает, что все остальные думают точно так же. И это то, почему между людьми возникает недопонимание, то, почему люди оправдываются друг перед другом или воспринимают, вот, например, одни люди, например, воспринимают меня там как очень классного, развитого человека, который там добивается успеха. Кто-то воспринимает меня как ужасную выскочку, которая раздражает и бесит. Кто-то как хвастунишку, потому что и ты хвастаешься этим, у тебя ничего этого быть не может. Кто-то воспринимает как человека, которому повезло, который вообще вот просто повезло, вышла замуж за богатого. У каждого из нас есть свои собственные программы. И первое правило, которое вы можете себе записать, это не мерить человека по своему росту. То есть принимать, что люди по-разному выглядят, и вы одну и ту же информацию, и одних и тех же людей можете и будете воспринимать абсолютно по-разному, в зависимости от того, где вы сейчас находитесь. Когда ко мне приходят на рерайтер жизни, я говорю ученикам своим, посмотрите вот эти видео, которые я вам даю, посмотрите в конце марафона, и вы услышите их совершенно по-другому. Это первый момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Поехали дальше. В формате я должна была задавать вопросы психотерапевту, которые, когда я готовилась, я сказала, что это те вопросы, которые лично я для себя проработала, но тем не менее ситуации возникают у людей. И это важные ситуации. И мне бы хотелось узнать это не с позиции своей, потому что я знаю свою позицию, а вот с вашей позиции, раз уж я пришла к вам в гости. Я вообще по жизни очень открытый человек. Открытый не потому, чтобы всем нравиться, ни в коем случае. Открытый потому, что в какой-то период времени я поняла, что врать сильно сложнее, особенно врать себе. Говорить на то, что тебе не нравится, говорить хорошо – это плохо, это сложно. Жить с партнером, с которым тебя что-то не устраивает, и молчать с ним об этом, обижаясь молча и накапливая в себе обиды – это еще сложнее. Жить и надеяться, что твой партнер или твой друг изменится – это тоже тяжело, потому что ты проживаешь здесь свое сегодня, мое сегодня. Я не знаю, будет ли у меня завтра, и никто из вас этого не знает. Я искренне на это рассчитываю. Но тем не менее, жить и постоянно затыкать себе рот, запрещать себе чувствовать, говорить правду, говорить в какой-то ситуации человеку, который наступает на твое личное пространство, на твоих детей, или еще промолчать и сглатывать – это сильно сложнее, чем начать говорить об этом вслух. И я повторяю вам об этом от эфира к эфиру, что это не оголение души, это нормально. Это нормально, ненормально молчать так, как молчите вы, ненормально жить в отношениях с мужчиной или с женщиной и не объясняться с ним, не разговаривать о том, что я чувствую, не говорить мне больно, или не говорить о том, что мне нравится, вообще не разговаривать. Большинство людей постоянно находятся в защитной реакции. И я говорю об этом постоянно. И меня очень сильно удивило, что огромное количество людей написали мне после этого интервью, что я увидел вас оголенно, я увидел вас такой искренней, как никогда. Я начала об этом думать. Потому что, ну что-то же должно быть. Ну как так? Почему так много людей пишут об этом? Были мои подруги, которые сказали, блин, Оля, прям вот прожили, вспомнили тот период десятилетней давности, что было, а они знали, что было. Прям прожили его. Как круто, чтобы это переросли и пошли дальше. Но тем не менее, огромное количество людей продолжало и продолжают писать. Я словно подсмотрела за этим. Я увидела вас, я как будто бы сидела на какой-то интимной встрече. Я ничего не могла понять. Ну какая интимная встреча? Ну я же говорю об этом постоянно. Я написала целую книгу о своем пути, о своем отношении с партнером. Перед тем, как перейти к главному, была вторая штука интересная. Она была на канале больше в комментариях у человека, у Игоря, с которым мы общались. Очень многие люди защищали Сергея и жалели Сергея. И я, разговаривая с Сережей, говорю, что такого видят люди, почему они считают, что я тебя унижаю этим, почему они считают, что тебе должно быть неприятно это слышать, почему они за это так переживают. И когда мы с Сережей сегодня с утреца пили кофеек и разговаривали на эту тему, мы поняли. Мы поняли то, с чего я начинала, что люди, когда вообще мы кого-то смотрим, у нас есть всегда с вами такое, знаете, разграничение ролей, как в кино. То есть есть, например, главный герой, в данном случае это была я. Мы его воспринимаем как такого некого, ну знаете, какого-то героя. Враг, герой. Это герой в контексте того, что это яркий персонаж. Он есть. В этой истории есть еще какой-то герой. В данном случае это мой супруг, потому что мы много об этом говорили. И людям всегда по психологии так, кого-то нужно жалеть, принимать чью-то сторону. Заметьте, мы когда даже с кем-то дружим, у нас все равно в голове все время ролевые игры. Этот поступил хорошо, этот плохо, этот мне сейчас больше нравится, этот меньше. Мы, ну, наверное, так приучены, какие-то у нас модели есть, не знаю. Так вот, большинство людей, когда я рассказывала о Сергее, ставили себя на его место. То есть на место человека, о котором говорят. И люди не понимали, что, например, когда мы строим отношения, чаще всего, я надеюсь, что у вас тоже так, мы строим себе подобным. И что для многих, я это один человек, а Сергей это такие же люди, как они, которые смотрят, понимаете. Вот они бы рядом со мной себя чувствовали жертвой, что их оскорбили, что их убили, что их там душу вывернули, что меня облили говном. Они не понимают, что рядом со мной такой же, как я, человек выросший. И когда мы рассказываем с вами любые истории, а мы все очень сильно любим покопаться в прошлом, в успехах, в неудачах, мы рассказываем не о себе сегодняшнем и вспоминаем не себя сегодняшнего, потому что мы меняемся. Вот мы с Сережей, например, изменились очень сильно за эти 12 лет, уже 13 почти вместе. Мы рассказываем о себе в тех. И нельзя сегодняшнему себе, вот мне обижаться на того, потому что я же тоже была другая, понимаете, о чем я вам говорю. И вот у людей, люди все эти роли в себе постоянно мешают. И пытаются, вот знаете, себя маленького привести к себе большому. Поэтому вы должны осознавать, что всегда, когда есть два человека, это два человека, которые, если они вместе долго, которые друг другу, которые растут вместе и развиваются вместе. И пытаться кого-то жалеть или считать, что его унизить, мы это делаем только потому, что мы видим в это унижение. Потому что мы понимаем, что если бы рядом с ней был я или с ним была я, я бы себя чувствовала сейчас отвратительно. Именно поэтому вы находитесь не со мной и не с кем-то другим. Вы находитесь с тем, с кем вы находитесь. Вот это важно осознавать для себя. Всякий раз, когда вам хочется выступить, это знаете, как история про то, когда есть подружка, ее парень, и она просит вас, значит, занять какую-то чью-то позицию. Вы должны понимать, что вот эта история, вы никогда не знаете эту историю. И вы находитесь только на том месте, на котором вы можете находиться, прежде всего эмоционально. А теперь пойдем дальше. То, что стало для меня реальным инсайтом. Я опять продолжала искать ответ на вопрос, почему для людей является откровением то, о чем я все время говорю. Почему так много людей посчитали, что увидели меня настоящую? Меня это не зацепило, меня это начало наводить на вопросы. Почему, если я все время нахожусь в настоящем своем, люди считают, что это не так? И вот одна девушка написала классный комментарий, который вообще поставил, расставил все на места. Она написала такую штуку, которая будет, я очень хочу, чтобы она стала инсайтом и для вас. Она написала мне, что когда я увидела, как вы переживаете и там практически всплакнули, я увидела вас настоящую. А с улыбкой, смехом вы прячете все время свою боль. Вы все время за вот этим хорошим настроением, я счастлива, у меня все замечательно, я успешна. Это ваша маска. И вы знаете, для меня все встало на свои места, потому что я поняла, что большинство людей просто не допускают мысли о том, что человек, а собственно я, я это каждый из вас, может быть счастливым в принципе. Что для нас настоящая жизнь – это страдание. И если мы видим кого-то страдающим, плачущим, переживающим боль, находящимся в сложных отношениях, являющимся жертвой. Смотрите, как мы любим сопереживать жертвы. Ее побили и мир весь встал на защиту. Регина Тодоренко крякнула там что-то про женщин, которых там абьюдеры, что-то не то сказала, все на нее набросились. У нас любят жертв, потому что каждый выбирает роль жертвы. Потому что жертвой для большинства быть гораздо проще. Именно поэтому для многих в какой-то момент стало облегчение увидеть и найти в моем совершенно искреннем воспоминании десятилетней давности, конечно, это была боль, которую я не достала, которую я прикрываю масками. Люди, у вас большая проблема. Вы запретили себе быть счастливыми. Вы запретили даже верить в то, что возможно улыбаться каждый день, что возможно радоваться жизни, что возможно быть в классных отношениях, где можно сказать своему мужу, чувак, ну ты подзаебал, ты сейчас просто сел мне на голову, где можно об этом поговорить, где можно сказать, как круто, что мы это прошли, ну ты пиздос какой был невыносимый. А он говорит что-то, Ольчик, а ты думаешь, мне было легко. И это круто, что мы можем сесть, об этом поговорить при тысячах людей, при психологе, без психологов, трахаясь в постели, неважно. Мы можем об этом спокойно разговаривать, потому что мы прошли это, у нас нет друг на друга обид. Мы не воспринимаем, когда мы говорим о нашем прошлом или о нашем пути, это как оскорбление. Мы не ищем в словах друг друга оскорблений, потому что мы точно знаем, что мы не хотим друг друга оскорблять. Мы об этом миллион раз проговорили. И когда я улыбаюсь, я улыбаюсь. И когда я пришла на эту встречу, например, с Игорем, у нас был прекрасный разговор за кадром, во время кадра и после кадра. Но формат, конечно, предусматривал в чем-то поковыряться. Я неоднократно ему говорила, Игорь, я прекрасно себя чувствую, не потому что я что-то скрываю, я же сама, он не поднимал эти темы, я сама приготовила эти темы, которые я хотела сказать, потому что я хотела, чтобы в этих темах люди услышали, как это было у меня, что можно выйти из-за этого, хотела у Игоря узнать другой вариант, как можно выйти из-за этого по-другому. Но суть одна, люди продолжают искать жертву, люди считают, что настоящий человек – это только страдающий человек, что страдание равно жизнь. И тогда они с удовольствием тебе сопереживают, и тогда они хотят тебя обнять, и тогда они хотят с тобой всё это разделить. Но это неправда. Жизнь – это не страдание. Не верьте в это, не выбирайте это. Не смотрите это моё интервью, книгу, я вам об этом говорила миллион раз, и не воспринимайте это как руководство к действию, что без страданий невозможно прожить. Почему у вас ничего не получается? Называется тема сегодняшнего эфира, потому что в нас вложили, и нам это гораздо проще, путь неудачника, что без труда не вытащишь и рыбки из пруда, ничего не получится, надо пытаться, надо стараться, жизнь, нормальное отношение нужно только пройти Крым, Рым, обязательно всё должно быть, только тогда отношение к крепкости. Да хуйня! Вы понимаете это? Это хуйня! Это дура я была, что я выбрала этот путь для себя, потому что я росла с этими убеждениями, я знала, что нужно страдать. Меня научили страдать, но это не руководство к действию. Я, например, своих детей и близко не подпускаю к ним таких мыслей, что жизнь это страдания, сражения, ты должен со всеми сражаться, ты должен выигрывать, твой путь будет сложный, но ты должен его преодолевать. Да зачем? Да с удовольствием всё делай. Да никогда не общайся с мужчиной, с которым тебе плохо, или с мальчиком, который тебя лупасит, пусть научится относиться к тебе как к девочке. Моя Ева в школе собирает деньги, мальчики приносят ей деньги. Новый формат построения отношений. Мам, они хотят дать мне денег. Говорят, приносят и говорят, смотри, я насобирала, хочешь, я тебе отдам? Хочу. Классно! Потому что это классно! Потому что не надо ей говорить, это нехорошо брать у мальчиков деньги, а вдруг он их взял у родителей, а вдруг он... Зачем вы это делаете? Я искренне благодарна всем, кто слушает все эти чудесные истории, мои, ещё чьи-то. Но я не хочу, чтобы вы думали, что жизнь – это вот так. Это обязательно с этим. И что если сегодня вы живёте с мужчиной, который вас ни во что не ставит, вы должны обязательно его переделать. Мы с Сергеем смогли остаться вместе только потому, что он менялся вместе со мной по собственному желанию. Да, я разговаривала, но поверьте мне, если мужчина не хочет слышать, сколько бы вы ни разговаривали, это бесполезно. Отношения – это всегда два человека. Всегда. Какой бы охуитительно классный ни были вы, или мега-суперменом был он, отношения – это двое. И не может один их спасать. Да, один может быть мудрее. Да, один может быть... Но их двое, двое, двое. Не нужны никогда отношения, в которых вы являетесь одним, единственным и постоянным. Вам это быстро надоест. Не нужны эти маски ни мужчинам, ни женщинам. Мы здесь абсолютно равны. И перестаньте видеть в жизни эту боль. Я вас прошу, перестаньте... У меня тут аудитория, спасибо, вы прекрасные все люди, и смотрели на это, как на историю, которую кто-то слышал частично, кто-то что-то там себе нашёл. А у Игоря на канале, там, я так понимаю, все люди, которые или учатся на психотерапевтов, и им не хватило. Я их бесила. Многие писали такие агрессивные комментарии в мой адрес, психологи, чудненькие, потому что, значит, она в себя не пускала, она не пускала в свою боль. И вот это слово «боль» красной ниткой. А у меня не болит. Не болит. И это забавно. Забавно, что мы перестали верить в счастье. Вы перестали верить в счастье. Что вы перестали верить в то, что счастливым можно быть. Что отношения могут быть счастливыми. Что можно любить себя. Познавать себя. Принимать себя несовершенным. Что можно спокойно обсуждать самые разные темы. Да, темы свободных отношений. Мы с Серёжей обсуждаем. Это не говорит о том, что мы идём и трахаемся направо, налево или вообще это делаем с кем-то. Это говорит о том, что мы взрослые люди. И мы можем говорить на разные темы. Абсолютно на разные темы. У нас есть взрослые мальчики, сыновья, с которыми я всегда позволяла себе говорить на самые разные темы. И никогда не стеснялись. И когда, извините, у одного из моих сыновей был первый секс, он мне пришёл и рассказывал, как девочка делала ему миньет и задавал мне вопросы. Я не понимаю, почему сегодня для многих абсолютно естественные, нормальные вещи смотрятся как мега-откровения. Но, друзья, на 2020 год мы говорим на разные темы. Это важные темы. И если вы стесняетесь поговорить об этом со своими друзьями, если вы стесняетесь говорить о том, что вы чувствуете, о том, что вам приятно или неприятно, если вы стесняетесь разобраться с этим самостоятельно, то, ребятки, ну, это проблема. Это проблема, потому что вы не сможете пойти дальше. Потому что, когда вы не знаете, чего вы хотите, когда вы не можете честно об этом разговаривать и только ставите друг другу упрёки и ультиматумы, или, что хуже, молча ненавидите, на этом ничего не построишь. Дальше. Понимаете, это как фундамент, который не фундамент. Вот оно всё поедет дальше. Я призываю вас только к одному. Нет, вру. Видите, словила, не к одному. Давайте, к чему я вас призываю? Для того, чтобы у вас что-то получилось. Во-первых, нужно всё-таки ответить себе на вопросы. Вообще, честно такое. Знаете, я помню, в детстве у нас была анкета. Там, типа, с кем ты дружишь, какое блюдо ты любишь. Вот, типа того. Нужно честно ответить себе на вопросы. Вот, на все. Нравится ли мне моя жизнь, моя внешность, люди, с которыми я дружу, мужчины или женщины, с которыми я сплю, строю отношения, какую одежду я ношу, куда я езжу, как я думаю, как я провожу своё время. Нужно начать с честности. С честности. Вот начать это всё рассматривать, знаете, как вот чистка гардероба. У меня в этом году случилась первая глобальная расчистка гардероба. Когда я на это посмотрела, всё несколько другими глазами избавилась от 90% гардероба. 90% вещей у меня ушли из гардероба, которые я жалела, которые сильно нравились, которые я не носила 5 лет или 10, но очень нужны были. Вот когда ты честно смотришь и говоришь себе, я это надену, нет, всё, значит, до свидания. Это первый момент, который вы должны понять, разобраться, что я хочу. Второй момент, это важно понять, что вы должны об этом начать говорить. Говорить не всем подряд, а говорить тем, с кем это соприкасается. Если вы, например, не любите свою работу, то настало время сказать своей работе, «Я тебя не люблю, я хочу заняться чем-то другим». Не боясь, что вы сейчас потеряете место, что вы должны понимать, что пока вы себя не бросите в океан, вы не начнёте действовать. Посмотреть на свои отношения, которые у вас есть. Возможно, их не нужно разрывать, а возможно, нужно. Возможно, ваш муж давно гуляет, а вас это устраивает, потому что вы боитесь, что вы останетесь без средств к существованию. Возможно, вы просто не любите своего партнёра. Возможно, вы чувствуете себя жертвой, потому что он вас оскорбляет, он на вас кричит, или он ведёт себя так, как бы вам не хотелось, чтобы ваш мужчина себя вёл. Вы его не воспитали в своё время, а он сейчас обращается к вам, как к говну. Он экономит на вас, ему всё жалко для вас, он может вас не замечать вообще и так далее. И это тоже момент того, когда нужно взять, набраться этой смелости и начать об этом говорить. Сила правды заключается в том, что когда вы начинаете это делать, у вас вот тут, у меня тут, у вас, может быть, в другом месте, начинает как будто бы всё сходить. Вот понимаете, боль, которую ты проговорил, ты её отпустил, она в тебе не живёт. Ты вспоминаешь об этом как о первой любви, как о чём-то трогательном, как о чём-то, может быть, не самом приятном, но это было. Но это не боль, которая в тебе живёт, вот и ты её, потому что надо с ней попрощаться. Когда вы начинаете говорить правду, вы начинаете на себя совершенно по-другому смотреть. Вы начинаете себя уважать. Вы начинаете себя любить. Да, люди вокруг реагируют на это обычно стрёмно, особенно изначально, потому что они не привыкли, потому что для них, как и для многих из вас, это является очень высокой степенью откровения. Как это такое сказали? У меня, например, есть учительница в школе, я часто этот пример говорю, с которой мы начали с конфликта, жуткого конфликта учитель моего ребёнка. На сегодняшний день, ну, наверное, я её самая мощная поддержка в классе, я искренне люблю и уважаю этого человека, потому что мы с ней обе были настоящие, мы обе поговорили, мы обе друг друга поняли, и между нами стали строиться другие отношения. И так с большим количеством людей, со всеми, с кем я сейчас коммуницирую, у меня много таких людей, я не могу себе позволить роскошь врать, потому что я могу в этом запутаться, потому что есть ещё другие люди, которые пытаются столкнуть. Вот, например, вчера у меня была ситуация там, когда один тренер, руководитель школы, где один из моих детей занимался спортивной, прислал мне сообщение с негодованием, мол, что вот я с такой любовью говорю о другом тренере, и вот, значит, раньше я на неё гнала, хотя я никогда не гнала на тренера, а задавала вопросы по школьной. Ну, это были следующие моменты. Я просто сделала копию и сразу же прислала это человеку, с которым я по сей день общаюсь, работаю, буду долго это делать. И сказала ему, что, смотрите, есть такая-то ситуация, хочу, чтобы вы о ней знали. Вот, и спросила её, как мне поступить, там был вопрос, который касался моей публичности и её. Я сказала, если надо, я это удалю, значит, не надо, не удалю. Я открытый человек в этих вопросах. Не потому, что я классная. Я иногда открыто говорю очень резкие вещи. Не горжусь этим. Иногда это эмоциональные вещи, но тем не менее. Но мне так сильно легче. Мне сильно легче жить так, чем постоянно врать, сглатывать, придумывать и молчать. Это самое отвратительное, что может быть. И я считаю, что если возвращаться, например, к личным отношениям, то никогда бы мы с Сергеем не прошли тот путь, который мы прошли, а ведь он был не просто вот так вот и так, он же был вот такой вот. Никогда бы мы его не прошли, если бы мы не разговаривали друг с другом. И если бы мы не учились друг друга понимать, что думаете, всё это заканчивалось всегда очень легко, типа здорово, что мы поговорили. Нет, конечно, это заканчивалось вспышками, агрессиями, обидами с обеих сторон. Я же тоже, ну знаете ли, не цветочек, тоже как бы у меня есть свои фишечки мсти. Но тем не менее у обоих хватало желания развиваться, продолжать вместе и меняться. Потому что вы со своим партнёром меняетесь постоянно. И когда вы вспоминаете то, что было у вас вначале, и говорите, вот ты мне тогда, помнишь, как всё начиналось, это бесполезно. Он был тогда другим, и вы были тогда другой. И возможно тогда вы были ранимая, мягкая и нежная, а он был сильный, и у вас был этот тандем. А сейчас, например, вы стали уже сильная, а может он стал сейчас более мягким, или может быть так, какой вы стали, вы сейчас не совпадаете. Вот вы должны понимать, что вчера было вчера. И цепляться за то, что было тогда, бесполезно. Вы каждый день меняетесь вместе со своим партнёром. И вопрос, меняетесь ли вы вместе, или меняетесь ли вы раздельно. Но тем не менее вы меняетесь. Для того, чтобы меняться вместе с друзьями, с кем бы то ни было, у вас должно быть что-то общее, на базе чего вы меняетесь. Есть танцор один и танцор второй. Они вместе танцуют, и они меняются оба. А есть танцор и гимнастка. Они меняются оба, но по-разному. Они не смогут вместе станцевать. Вот вы должны это очень чётко понимать. Мне когда-то на мою открытость и честность сказали, что она никому не нужна. Но на что я ответила, мне важно. Вы всегда должны понимать, что другие люди будут говорить вам что угодно. Всегда. Что-то они будут говорить. Плохое, хорошее. Кто-то будет с вами соглашаться, а кто-то нет. Это не имеет значения. Самым интересным в жизни является то, что вы должны отстроиться и строить себя. И когда ваш стержень появится, вы будете понимать, что кто-то на вашей ветке будет прилетать, кто-то, простите, будет срать сверху, а кто-то будет пролетать мимо. Но вам нужен стержень. Потому что когда вы хилый кустик, для вас важно, «Боже, птицы пролетели на меня, не сели, я никому не нужен». Когда внутри идёт вот этот стержень, вы работаете над собой, а работа над собой – это как раз наше внутреннее, то, о чём я говорю. Это как раз ответы, поиск ответов на вопросы, которые нам нужны. Это как раз наш момент осознанности, умение рассуждать, понимать, строить не на том, что говорят другие, и видеть мир их глазами, то, как нам его показывают, а самостоятельно его ощупывать. Помните, в детстве, когда дети рождаются, они всё хотят трогать, делать, а мы им всё время запрещаем. Сковородку не трогай, это горячее, это упадёт. Вот сейчас система, уже очень много, да, из всяких методик, в которых говорят, даже есть садики, в которых они обувь не обувают. Они ходят там по двору, по лужам, должны познавать мир, познавать. Мы развиваемся через познание, и нам нужно познавать себя. Не слушать, что нам говорят, это хорошо, это плохо, это твёрдое. Мы должны сами понимать, это для меня твёрдое или нет. Есть дети, которые едят лимоны и лук, знаете, вот так, прям как яблоко. И для них это вкусно. Кто-то обожает мёд, я вообще его ненавижу. Мы же познаём себя таким образом. Поэтому никогда не равняйтесь на мнения других. И помните, что самое бесполезное и бестолковое занятие – это пытаться кому-то понравиться или что-то кому-то доказать. Работайте над собой. Это ваша самая большая инвестиция. Когда я прохожу любые тренинги, читаю книги, смотрю видео, общаюсь с крутыми людьми, я очень довольна, например, нашим знакомством с Игорем. Нам просто было интересно. И было интересно и ему. И это действительно, ну, знаете, когда люди сидят, энергетически это чувствуется. Было очень классно. И я довольна этим знакомством. Мне психотерапия, мне не нужна никакая психотерапия. Ну, я не нуждаюсь в этом. Мне просто понравилось провести эти полтора часа рядом с этим человеком, с которым просто как-то было классно. Вот энергетически мы друг друга точно подпитали. И я дорожу вот такими накоплениями. Это моя лучшая инвестиция в себя. Гораздо круче, чем пойти на какой-то боевик в кинотеатр и не понять, что я там делаю. Поэтому обязательно важно работать над собой. Помните, я вам говорила о пище для мозга. Помните, техника мясорубка такая есть, что наш мозг, он потребляет информацию. И эту информацию в виде мыслей потребляет, да, в виде того, что происходит. Что мы смотрим, с кем мы разговариваем, какие темы в нашем обиходе, что мы читаем, смотрим ли мы телек, или что мы листаем в Ютубе. И эти мысли у нас выстраиваются в некие картинки для нас, пищу для нашего мозга. Когда мы начинаем думать, мы же все время анализируем. Это хорошо, это плохо, вау, я так хочу, или ой, идиотская идея, или там нам, например, что-то о политике рассказали, и мы начинаем это обсуждать. Все это создает вокруг нас энергию, потому что все вокруг нас энергия, но наша личная энергия меняется. И получается так, что наша энергия притягивает те вибрации, на которых мы находимся. Если мы раздражены, если мы в гневе, если нам не нравится, если мы недовольны, к нам в жизни материальной притягивается все то, что еще раз это доказывает. Когда вы излучаете негатив, вы притягиваете еще больше негатива. И когда вы это осознаете, это техника мясорубка. Вы должны понимать, что вот ваша голова. Помните, если вы положили курицу и начали крутить, то у вас не выйдет свинина из мясорубки. У вас выйдет только курица. Если вы положили туда хлеб, у вас выйдет только хлеб. Поэтому всякий раз, когда вы начинаете на какие-то темы говорить, или вы пришли в компанию, и там что-то обсуждается, или вы думаете о том, чтобы включить телек, подумайте, готовы ли вы затем выпустить это в мир и притянуть к себе еще больше, возможно, не конкретно этих ситуаций, но вибраций. Если это вызывает у вас негатив, если это вызывает у вас вот что-то такое, это плохо, вы обязательно притянете это в свою жизнь. Не удивляйтесь потом вашим бесконечным черным полосам, как вы их называете, или чему-то там еще. Не говорите о том, что вам не везет. Нет, вы просто пожрали мусор. Простите, если вы покушали кукурузку, то покакаете вы тоже кукурузкой. Вот вам и все. Поэтому помните, пожалуйста, об этом всегда. И фильтруйте. Когда вы начинаете фильтровать это, вы очень аккуратно подпускаете свои мысли, любые ситуации. Вы видите какую-то негативную историю. Сейчас очень много люди пишут, помогите, рассказывают страшнейшие истории, которые происходят. Вы должны осознать. Они происходят постоянно. И тут большой вопрос, почему они произошли с этими людьми. Это не просто так. Но если вы займетесь этим, это будет означать только то, что вы, да, вы скажете, что я замечательный человек, я помогаю другим. Помогите себе. Помогите своим детям. Прежде всего, сначала нужно спасти себя. Станьте очень богатым и создайте фонды, чтобы помогать многим. Станьте очень успешным, чтобы рассказать людям секреты своего успеха и помочь многим. Работайте над этим. Не прячьтесь. Не прячьтесь за помощью, когда вы превращаетесь я кому-то помогаю. Не прячьтесь. Потому что в этот момент вы прячетесь от своей собственной жизни, от ответственности перед собой, перед своими детьми, перед своим партнером и так далее. Так это и есть. Может быть, это звучит как-то злобно, но тем не менее, вы должны это осознавать и понимать. Выбор, конечно же, всегда остается за вами. Поэтому давайте еще раз. Не получается тогда, когда мы не настроены на то, чтобы получилось. Когда мы принимаем заведомо для себя программы, что в жизни не бывает чудес, что в жизни ни у кого в моей семье ничего не получилось и у меня не получится, часто у людей есть страх. А что, если у меня получится? Страх номер один. Что с этим делать? Что делать с этим успехом? И второе, это же мне придется очень много работать, это же мне придется быть очень активным, это же мне придется изменить всю мою жизнь, чтобы у меня все было по-другому, а нахер надо. И это я вам хочу сказать в тот же момент истины и правды по отношению к себе. Потому что, когда, например, люди приходят ко мне в марафон «Рерайтер жизни», я всегда говорю о том, что готовьтесь к переменам. Мы с вами работаем с очень тонкими материями, с материями нашего подсознания. Мы делаем медитации, мы заходим вглубь себя, мы трогаем энергию. И когда мы начинаем иначе мыслить, у нас начинает все шевелиться вот здесь. Вас могут уволить. И это неплохо, потому что вы высказали в мир, что вы хотите другую жизнь и другую работу, но вы не можете отважиться уйти с этого маленького тепленького местечка. Поэтому происходит ситуация, которую вы энергетически притягиваете, которая уводит вас с этой работы, но тем не менее за ней приходит и следующее, которое дает вам новые возможности. И ваша задача быть включенным в этот момент, быть энергетически готовым, не бояться в страхе «О, Господи, что я натворил!» А наоборот, быть готовым, готовым к этому и говорить «Супер! Прекрасно! Я так благодарен за то, что это произошло!» Теперь у меня нету выбора, я начинаю активно думать, куда я хочу. Я больше не пойду на работу, которая меня сжигает. Я больше не пойду на работу, где мне не нравится. Я больше не пойду, где мне мало платят. Я хочу по-другому. И вопрос «А как я хочу?» «А как я хочу?» И когда мы начинаем с этим работать, все начинает складываться, складываться. Это те самые моменты, когда у человека за полгода, за год меняется жизнь кардинальным образом, и он не понимает, как это произошло. Но! Вы должны быть активны. Это не только мысли, но и действия. Потому что вы думаете, вы колеблете эту энергию, вам говорят «Давай!» И вы такой «Нет! Я не пойду! Меня никто не поддерживает!» Говорят плохо обо мне, а если моя семья не будет меня любить? А можно я еще чуть-чуть подожду? Чуть-чуть еще, а потом? Я еще не готов. Блядь, чего еще такого придумать? У меня живот болит! Вот так ведет себя большинство людей. Вы говорите «Я хочу!» Да, я буду. И что? Вы должны понимать, что изменения происходят. Они вокруг вас. Возможности вокруг вас, как только вы начинаете шевелить это здесь. Но если вы не протягиваете руку, если вы не готовы к действиям, если вы не готовы преодолеть свои страхи, то ничего не поменяется. Ничего. Вы снова вернетесь в свое, ну, как старуха, к своему корыту. Вы должны это понимать. Относитесь к этому с драйвом. Относитесь к этому как к приключению. Но это же ваша жизнь. Она не такая длинная, как вам кажется сейчас. Настройтесь на выигрыш и впрыгивайте, и идите, и драйвуйте, и не бойтесь проиграть, потому что проигрыш невозможен. Чтобы не пошло дальше, 24 собеседования, собственный бизнес, провал, это часть вашего плана. Это сделает вас другим, готовым к тому успеху, который вы для себя придумали. Потому что вы сегодняшний не готовы к тому успеху, который вы себе нарисовали и который вы рисуете себе в рерайтере жизни. Для того, чтобы вы получили то, что вы себе придумали, вы должны измениться. Измениться должны ваши мысли и ваши действия, и ваши поступки. Потому что это вчера вы были Васей, который сидел и считал, что Оля Ермилова не настоящая, и настоящая только когда плачет, а я вот плачу все время, поэтому я все время настоящая. Нет! Вы начинаете понимать, факт! Так можно быть счастливой, так можно быть в охуительных отношениях, так можно, все можно, все можно! Вы все проспали и просрали, понимаете? Все можно, вы об этом опять не знали. Двойка, садитесь два. надо действовать, нужно, хотеть, не нужно, бояться, но этот страх ни черта вам не даст, кроме какой-то вонючей, вшивой дыры. Поверьте, вы всегда в эту дыру вернетесь, вот поверьте мне, вот это вообще не стоит бояться. В жопу вернуться проще всего, а начек заходит в жизни. Большинство людей занимаются аналом, сидят в чужих жопах всю свою жизнь. Это самое простое. Дайте себе варианты, разнообразие. Ваш анал у вас всегда дождется. И не стоит бояться, не стоит этого делать. Это так по-дурацки. Вы испытаете столько радости, вы испытаете столько моментов. Каждый раз, когда вы будете побеждать себя, себя, вы будете собой гордиться, вы будете испытывать абсолютно новые чувства. И эти чувства, это то, что будет делать вас другого, нового. Я вот сегодняшняя Оля, к той Оле в 12 лет, испытываю сочувствие, испытываю уважение, непонимание, почему она это делала. Непонимание. Женское непонимание. Непонимание. Но я могу и сказать, ничего, молодец, но я больше не помню, как быть той Олей. Не потому, что я это спрятала в себе, мне больно об этом вспоминать. Нет. Потому что это просто прожито. Есть такая классная фраза, стоп, спасибо, прожито. У нас было много с вами, за одну жизнь мы переживаем огромное количество. Вы помните, как вы переживали за свою первую любовь? Я не помню даже, как его звали. Вы помните какие-то вещи, которые в школе для вас казалось, просто жить не хотелось, или в институте? Я уже не помню. Просто есть что-то, с чего я помню больше, потому что я это чаще пересказывала. Наверное, если бы я так часто не выступала на сцене, не писала книги и не рассказывала, я бы уже и этого не помнила. Не цепляйтесь за прошлое, не вспоминайте, не стройте на этом что-то. Каждый день у вас есть возможность проснуться новым, сделать новый выбор. И не нужно вам вообще ничего одобрения. И не надо, чтобы мама вас поддерживала, папа или вас муж. У вас есть вы. Ваш муж или ваша жена могут умереть завтра, могут уйти от вас. Вы можете захотеть от них уйти. Вы самостоятельный, вы так или иначе у себя один. Ваши дети могут сказать, я тебя не люблю, ты не оставил мне квартиру, сдохни, мама. Как это там было у Людмилы Гурченко или еще у кого-то. По-разному бывает. Это честненько, да? Грубо, жестко, но честно. И когда вы научитесь смотреть на себя честно, вы поймете, что то, почему вам нравятся страдания и слезы, это только потому, что это ваш выбор. Что вам так, вашей психике, легче пережить вашу жизнь. Потому что, когда я жила жизнью такой, я плакала тоже каждый день. Потому что реально от этого можно только реветь. Потому что, если вы считаете все время копейки, потому что, если вы не можете позволить себе поехать отдохнуть или что-то купить, потому что, если вы все время находитесь в ссорах или вы не можете построить отношения, потому что, если вы ложитесь в кровать, в которую вы не хотите ложиться, это действительно печально. Но это вы сделали с собой. Это вы это выбрали. И ваши мысли, которые есть в вашей голове, они хреновые, потому что они дали вам хреновую реальность. И поэтому я кричу и буду вам кричать. Давайте начнём менять ваши мысли. Давайте начнём узнавать, как с помощью вот этой вот нашей сумасшедшей коробочки, часто красивой, мы можем влиять на свою жизнь. Ни политики, которые говорят «другие кияны». Так, мы живём в гарном месте, але мы никому не потрепли. Я прийду и буду вас спасати. Я когда смотрю в ютюбе, у меня на телевизоре канал подключен, где не выключена реклама, это просто пиздос. Это просто какой-то мрак, абсолютнейший мрак. Вот так представляют наших людей. Вот чем кормят мозги. Проснитесь! Wake up! Как разбудить вас? Как вам, люди, объяснить и сказать, что это ненормально? Ну ладно, вы себе это пожелали, но о детях своих подумайте, вы же когда-нибудь их родите, в конце концов. Что вы им скажете? Ты знаешь, мы живём в городе, у нас был коронавирус, я пережила, я тебя вырастила. Да, мы донашивали старые вещи. Да, я иногда покупала тебе на день рождения торт. Вы что, жизнь настолько охуенная, здесь столько бабла, столько изобилия, столько радости, столько крутейших людей, столько энергии. А вы чем заняты? Вы свой мозг не можете разбудить. Вы ленитесь, вы думаете, да, я об этом обязательно подумаю завтра, когда-нибудь потом. Я обязательно к этому приду. Ну, это ваш выбор. Я просто хочу, чтобы вы знали и помнили. Каждый раз, когда вы чувствуете себя херово, это ваш выбор. Это ваш выбор. Вы сами не хотите ничего менять. Потому что те, кто хотят, приходят ко мне в рерайтер. Приходят, начинают писать, потом начинают думать, начинают анализировать, начинают делать упражнения, начинают расти и начинают видеть жизнь другими глазами. Да, у многих изначально шок, потому что мы вдруг видим наш неидеальный мир. Мы видим своих друзей, близких и знакомых вообще другими людьми. Да, иногда хочется просто заорать, потому что как будто бы спадают маски. Но тем не менее, и этот этап тоже проходится. Это как компьютерная игра. Это как компьютерная игра. Уровни нужно проходить. 1 ноября у меня стартует 8 поток марафона рерайтера жизни, где этим мы и занимаемся. Где есть всё. Где есть комьюнити. Где есть книги. Где есть фильмы. Где есть я. Где есть книга жизни, которую вы пишете. Эта книга не про то, чтобы переписать. Эта книга из чистого листа. Где мы вообще впервые отвечаем себе на вопросы о своей идеальной жизни. Мы пишем такой себе художественный роман не о жизни, как я страдал и было тяжело, но я прошёл. О бахуэтительной жизни. О жизни лёгкой. О жизни, в которой я просыпаюсь и кайфую. О жизни, в которой меня окружают прекрасные люди. О жизни, в которой есть крутые отношения. О жизни, в которой я могу говорить прямо на любые темы. И могу не прятаться за слёзы, чтобы меня друзья поняли. У вас было такое, когда слишком неудобно говорить друзьям, что у тебя всё так хорошо. Поэтому ты начинаешь придумывать тоже какую-то историю, что у тебя тоже не всё так хорошо. Вот, понимаете, я очень хочу, чтобы это происходило. После рерайтера жизни у нас есть продолжение, у нас есть клубы, у нас есть сообщество. У нас есть много всего, о чём я сейчас не хочу говорить. Сейчас есть принципиальный момент. Если вы понимаете, что вам надоело жить этой жопной жизнью. Знаете, я сегодня встала в стрингах с утра, там, где у меня телевизор. Вот так вот своими ягодицами начала разговаривать со своим мужем, копируя рекламу какую-то. И говорю, что ты знаешь, вот у нас всё в мире через жопу. И даже лицо, которое разговаривает с экрана, жопное. Давай, говорю, я сниму такое видеообращение, это хотя бы получше будет. Прекращайте. Прекращайте слушать жопы. Прекращайте другим людям позволять навешивать на вас ярлыки, что есть хорошо, что есть плохо, что вы должны страдать, что вы должны пенсию получить на 20% больше. Вы забейте на всё это, решите, кем вы хотите быть в конце концов. Вы хотите, чтобы вас всю жизнь кормили с кормушки? Вы хотите быть дрессированной собачкой? Вы хотите ждать подачек? Вы хотите чего-то там ожидать и надеяться? Ну, окей, хорошо, хотите, тогда выбирайте, тогда не нойте, тогда никогда не говорите о том, что я хочу другой жизни, а этому повезло. Повезло, это моя любимая история про повезло. Проще всего мне сказать всегда всем. Мне просто повезло. Не обращайте внимания. Свою Алису я тоже так учу говорить. Говоришь, что тебе просто повезло. Не рассказывай, сколько ты тренируешься, сколько лет ты проводишь в зале. Тебе просто повезло, ты просто заняла первое место. Окей, это объяснение. Считайте, что вам просто меньше везёт, если вы хотите это делать. Но перестаньте при этом говорить, что вот вы не знаете, что делать. Я вам говорю, что делать. Но вы не слышите. А знаете почему? Потому что не хотите слышать. Но в какой-то период времени это, наверное, произойдёт. Я считаю, я абсолютно убеждена, что на мои эфиры не заходят случайные люди. Точно так же, как я абсолютно убеждена, что рано или поздно каждый человек, который будет со мной хоть каким-то образом соприкасаться в жизни, попадёт на рерайтер жизни. И я точно знаю, что огромное количество людей уже меняет свою жизнь, а изменит сильно больше. Это не сказка. Это не история про то, как заработать миллион. Это история про то, как перепрошить свой мозг и получить инструкцию по управлению своей жизнью. Потому что все наши возможности, они нам даны с рождения. Нас никто не научил ими пользоваться. И мы только слушаем по телеку дядек, которые дают нам какие-то свои моменты. Мне зазвонил телефон, кто говорит слон. Все хотят быть кукловодами. Это прекрасно, наверное. Но хотите ли вы быть куклой? Большинство говорят да. Я нет. Поэтому я Оля Ермилова. И мы тоже этих людей, которые мне звонят. И напоследок, что я вам хочу сказать. Я вам хочу сказать, что то забавное, на мой взгляд, интервью, которое я дала, я бы могла рассказать об этом вам где-нибудь в Макдональдсе. Потому что ничего в этом такого нет. Я готова и я разговариваю на эти темы абсолютно спокойно. Поэтому не берите близко к сердцу, что я вам хочу еще сказать. И не перестаньте зацикливаться на страданиях. Перестаньте любить страдания, жалеть людей за страдания. И считать, что страдание это нормально. Я была просто дурой. Все. Примите это. Моя ключевая мудрость заключается в том, что я понимаю, что я просто была дурой. И все. Вот, собственно, и все. Поэтому у каждого из нас есть свой путь, но не выбирайте трагический. Трагический путь оставьте кому-нибудь другому. Тем, кто не приходит, например, на рерайтер. У нас старт 1 ноября. Вы можете к нам присоединиться. У нас еще не максимальная стоимость. Она у нас все время растет ближе к дате. И есть хорошая новость. У нас, помимо того, что внутри после марафона у нас есть клуб, комьюнити. И вы можете жить там очень долго. Я запускаю 20 ноября денежную программу. Денежный тоже серьезный отдельный марафон, который будет внутри рерайтера жизни. Он будет доступен только тем, кто проходил рерайтер жизни или будет проходить ноябрьский рерайтер жизни. Где мы будем очень глубоко с медитациями, с очень серьезными трансформационными всякими упражнениями и программами проходить конкретно денежный момент. Потому что для большинства людей вопросы денежного мышления являются настолько заблокированными еще с детства, что раскачать это очень непросто. И поэтому это будет тоже очень мощно и круто. Все, что я делаю, я делаю сейчас для своих рерайтерцев. Для меня это абсолютно отдельная каста людей, особенных, крутых. Я работаю с людьми лично, в общем марафоне. Я отвечаю всегда на вопросы, я отвечаю в личку. Поэтому вы получаете максимум внимания к своей персоне, несмотря на то, что людей очень много. Да, ноябрьский поток тоже сможет пойти. И это чудесно. Все, мои хорошие, я вас всех обнимаю. Спасибо. Я очень надеюсь, что никто ни на что не обиделся. Я каждый раз говорю о том, что, во-первых, обижаться это значит что-то принимать очень близко лично. У меня не стоит таких целей и задачи. Я не поднимаю свою самооценку за счет унижения других людей. Поэтому если вдруг кто-то что-то принял, подумайте о том, почему вас это зацепило. Я не хотела этого делать. Я жду вас на рерайтере жизни. Это реально крутейший марафон. Можно это даже сложно назвать марафоном. Но тем не менее, пока мы не нашли ему другое слово. Все, обнимашечки вам, поцелуйчики вам. И находите во всем счастье. Счастье, пусть оно будет у вас повсюду. Откажитесь от роли жертвы. Пойдите, подарите ее кому-то другому. Перестаньте плакать, перестаньте страдать. И когда вам в следующий раз хочется обидеться и сказать, да как ты мог, скажите себе, бля, я такой классный, я такой крутой. Включите музычку себе и потанцуете. Все, дэнсинг, дэнсинг. Пока, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok